Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри Учись, Свою Миша Егор. Сегодня у нас тройка Огрмак. Невероятно сильный герой. Сейчас многие начали это осознавать, что герой суперсильный. Начали его на пятерку пикать. Опять же, персонаж хорош под рейнджовых коров. То есть, видите, у героя 6 армора. Вот, большой хопереген. Очень сильный второй уровень, благодаря вот этому аспекту. Когда ты получаешь второй уровень, видите, у него сейчас ничего не прокачано. Тут так работает скилл, что ты получаешь второй уровень, и тебе сразу же 3 скиллпоинта дают. То есть, ты второй уровень, прям суперсильный пауэрспайк. У тебя сразу же второй в 2, в единичку стан. То есть, это можно очень часто там даже килл оформить спокойно. Вот, очень жирный сапик. Хорошо работает под рейнджовых керри, как я уже и сказал. Вот, и также еще по нетворцу может не выпадать. Потому что там купишь медасик на саппорте, это нормальная тема. Потому что, опять же, агромак один из самых лучших героев в доте под медас. Вот, и также еще очень сильная тема Бладлас. Потому что, опять же, уже тысячу раз повторяю, метр от жёлых керри ты раскидываешь своим кором. Бладлас кидаешь в Совер Крест в большинстве случаев, в Совер покупает на игре. Вот, и очень сильная эта темка. Но тут мы нашли игрока, который пикает на тройку. Это играет Бум. Вот, он прям спамит тройку агра. У него только одно поражение за последние восемь дней. Вот, и, по-моему, там около, ну, восемь раз где-то он пикнул этого агра. Вот, и только одно поражение. Собственно, вот выбрали каточку у него. Наиболее удачную. И сейчас будем смотреть, как оно работает. Потому что я вот убежден, что на кора, агр... Ну, это значит, я должен работать. Потому что фармит герой супербыстро. Ты всё так же можешь купить там какие-нибудь ауры. Ага, там какой-нибудь... Пайп. Римсон. Вот, и герой просто бессмертный. Очень много для команды даёт. Контроля куча. Бладластик, опять же. Довольно-таки сломанный скилл. Герой замечательный. Собственно, научимся на нём играть. 737D патч. Всем приятного просмотра. Всем привет, у Огрмага, как у Саппорта, стабильный винрейт, лишь 50% на хайрейтинге. И это при том, что пикрейт за последний месяц вырос в разы. Последний раз, когда я смотрел, там чуть ли не в 6, не в 7 раз меньше было пиков. Месяц назад. Сейчас очень часто берут новый токоров у Огрмага на хайрейтинге. Винрейт очень низкий, кстати. А Клок, по-моему, ошибся. Нет. Всё-таки всё идеально сделал Клок. Может, Луна за это настрадается? Луна-герой шустрый, но здесь Снепка с талантом на альтернативный первый приспокойно забил её дубиной. Ну, прикольно. Причём прокачал третий скилл. И это сработало. Всё-таки Бема же у него там 90. Два раза дубинка, да, и у всё, килл. Для моментов, когда Лотус перекликиваете, есть одна очень крутая фишка. Называется «Ити в направлении». То есть вы нажимаете «Ити в направлении» на этот фонтанчик, и вы 100-100 перекликаете. Вот, относительно недавно про эту фичу узнал. Суперимбовая, на самом деле. Всем прям рекомендую. Не все даже порушники про неё знают. То есть скорость, с которой ты забираешь Лотус, зависит от того, насколько близко ты к этому Лотусу? Нет, нужно чтобы ты повёрнут был просто. А. Как я понял. Понял. Если ты вбок повёрнут, то у тебя герой потратит время на то, чтобы повернуться и законтролить этот Лотус. И из-за этого тебя могут... Ну, быстрее тебя могут законтролить. А если ты заранее будешь повёрнут, то у тебя герой не будет поворачиваться, тратить время на этот. Кстати, очередной килл. Блин, как же они линию уничтожили. А, ну нет, стики. Там залетели стики заряженные. Я уже подумал, что килл. А так, как летело бы Луны сейчас без ТПшки. А отлетит, судя по всему, Огр. Тут не пожить, даже стики нажимать не стал. Но как больно смотреть вот на Луну, у которой 10 хп тэпка в кулдауне. И ведь живёт. Эх, как же не хватает баланса в стиме, чтобы купить эту замечательную игру. Но как же пополнить баланс? С, конечно же, Купикодом с самой низкой комиссией на рынке и с более 10 миллионами успешных пополнений. Пополнение происходит быстро и безопасно в несколько кликов, так как сервис не запрашивает никаких данных, кроме логина. Тут же можно ввести наш промокод, чтобы снизить комиссию на 2% и минус 5% на покупку игр гифтом. Также на Купикод можно купить игры, недоступные в РФ. Например, и новенькую Silent Hill. А если вы снигли какие-то вопросы, обращайтесь в поддержку. Они работают 24 на 7. Ссылочка на выгодное и безопасное пополнение в описании, а также в закрепленном комментарии и наш промикс. Удачи! Так, но луна, я хотела сказать, может подставиться? Да, там тэпка уже откатится. К моменту, как он рестница. В любом случае приятно. Сулайкил для снэпки. Очень много денег заработал, очень много опыта. Ой. А там еще перчатка какая-то валялась, это чья? Сэф, что ли? Огры какое-то время ждал, прежде чем полететь. Да, это походу эсэфа перчатка. Вряд ли бы на снэпке перчатку покупал. Закупу арканчики. Конечно, можно поэкспериментировать на коре-гре через ПТ-шку. Опять же, герой круто скелится от силы, плюс хорошая тычка будет. Но, блин, с маной тогда будет беда. А вот арканы полностью решают все проблемы с маной. Гораздо приятнее играть. Кстати, круто тэпнулся в гейтс на тускаре. Нужно тут убить. Надо гореть. Канад, провоцкий. Ну-ка. Приятно. Извиняюсь, что-то подлагало немного. Очень сильный 5 уровня у Агра, потому что у тебя появляется ультимейт. С этим аспектом. Очевидно, там, ну, все игры даже коры выиграют конкретно с этим аспектом. Ну, потому что это реально круто очень преимущество. Просто на уровень ты опережаешь соперников. Так, крайне много дэмэджа. Плюс мультикастики могут прокать. Мега кайф. Да, кстати. Подумал, могут убить. Но нет. А, есть квалетка, есть арканчики. Быстро тут зарефилиться. Куда крип пропал? А, вот он. Гантели перекладывает перед тем карканы и сзади. Я на секундочку смутился. На свисте секундочку пришло осознание того, что ману-огр получает от силы. Интеллект его, напоминаю, всегда 0, чтобы он не покупал. Так, а Клок сильно наглеет. Тут я повторю, я сейчас буду за это оформлять. Айс. Мудрость отжали. Клока убили. Ха, еще и граната пригодилась. Гранаты за восхитил. Кайф. Еще и арканчиками все за рефилит. Как раз три героя в мане нуждаются. Маурин, кстати, катается на снайпере. Сигнатурном. Апджи. Нет, это не Маурин. У Маурина не серебряный чир снайпер. Не знаю, кто это тогда, но ранок пятый. Может быть, безим. Сложно сейчас понимать, кто есть, кто блин в доте. По поводу ПТ-шки, мне кажется, ПТ-шка вообще бессмысленный вариант. Но играмага. По скорости таки отпыта не чувствуется. На агре, даже несмотря на его внушительную тычку. И на инту-то его не забудешь никак. Ее, извините, ПТ-шку. Мне кажется, либо арканцы, либо фейса. На мидии, если с батлом играешь, я считаю, 100% фейса. Аркан, уже перебор. На саппорте 100%. Арканцы. А вот на тройке. Можно повыбирать. Вариант с тренд-филами еще есть. Не. А я не договорил. Некое-то. Катистан смог скинуть под батарейками, но выжить все равно не дадут. К сожалению. Такой вариант с тренд-филами еще есть. Если на ману берешь салл ринг. Но на коре это очень красиво, очень неприятно. И даже на саппорте. Арканцы, если не для себя, то хотя бы для команды. Бывает очень полезно купить. Но вот чем хороши тренд-филы, что они грейдятся. Зеленый в барабанной ботинке. Что очень круто работает против Войда какого-нибудь. Против веника. Войда с хронокубом имею ввиду. Большой список героев. Не самый приятный телепорт от снайпера. Пришел, всю пачку убил. Тут как раз до Мидасика чуть-чуть игру осталось. Ну, кстати, они там смаканулись удачно. Кажись, настигнут вон. Нормально. Почти есть бабки на Мидас. Удалка жалко, не упадает, правда. Так, хорошая позиция Огром. Но что-то с мультикастами не повезло. Нормально там снайперная, разворойся, выдал. Подсотни героев. И все-таки Килл смогут ищить Огромак. Приятно. Под Севчик, опять же, герой очень крутой Огр. Я знаю, что с Супер Метом. А сейф, Медуза, Луна. Все эти герои круто с Огром стакаются. Так, Мидас уже подлетает. Можно больше заюзать на Катапу. Даже 2х прокнул. Пойдет. Не знаешь, какая идея не дает покоя. Нахуй, Скоро с новым аспектом купить Дагон. А че там? Дагон маны не стоит. С Пелл и Стилл дают под копию процентные. Я в любом надо можно захилиться. Что-то в этом есть такое. Реконектно все тут и Севчик. Очередной Килл также для Агром. Так и дальше. Гриф сейф Крикбай. Выход в ауру. А еще Меку на Кускаренда хочется купить, как в первой доте. Изменство в Гриф сейф и из-за грейдить. Есть ощущение, что часть денег никуда потратил, потому что... Арканцы на Кускаре совсем плохо выглядят. Что думаешь? Ну, у меня таких желаний не возникает, как и Хускара пикать. Мне тоже. Ну, пикать Хускаре желания не возникает. А вот Дагон или Меку затестить. Мечтаю. Так, тэпается в бот. Правда, подвижном тэпнулся. Но он про это знать не может. Заюзать медасик. Эээ, не повезло. Медасикам. Игра можно было... А, ну хотя не. Долго слишком ждать. До 11-го. Знаете? Второй скилл тут закинул. Второй скилл у него с талантом. Дэмэджу очень много. Забафал снайпером. Брянка и шикарный пик для игра. Как раз два кора. Идеально под бабчик подходят. Сейчас будет второй в луну. Опять без мантикаста. Файт что-то вообще неудачный. Супер от скайтера. Может быть даже агро убьют. Ну, пока стрельщится круто. От ковра шадал демонов вернулся. Вау. Нормально. Отстану Элдер Титана. От ковра там. Шестой был. Причем 30 скилл шиты меняли, но больше пяти настакивать здесь все еще... Ноль смысла. Пятый дает множитель 16. А 6 дает полотенник дэмэджа. Казалось бы, чтобы что. Шикарная нейтралка, кстати, упала. Виделись в клопверке. Клопок много потратил ультимейт снэпки на пятерку. Такой час. Как будто можно медосикнуть. Ну, ладно, но будь. Можно было до 11 уровня подышать медосик не тратить. Я забиваю, что он за полторы минуты до фармил бы 11 уровень. Ну, хотя, да, тоже верно. То есть, если он сейчас апнет 11, у него откатился медос, то это во многом потому, что он нажал этот медос. Из-за того большого препаста медоса дает очень много. Но он там маленького ел. Мне показалось, что он ел большого мультика основа маленький. Нету два совуха было маленьких. Это не до чистого свойства у медоса совуха? Да. Вот это отчаянный тип. Что ты понимал? Мои глаза не хотели это воспринимать. Медос двух маленьких крипов. Необъяснимо, но факт, как говорится. Ой. Так, есть мека, есть лотос, пять стиков, лужа. Ченьку ему дали. Тац немножко отчаянный, но слушай, как хорошо по итогу вышло. На добром разошлись. Но противники ультимейт вулны потратили. Таск с барабанами, первой шмоткой. Это крайне неожиданно было. Когда он приехал умирать в луну, потом резко смуспидом 550. Далдера. Кстати, сейчас вот точно мог дождаться единственного. Прям чуть не хватало. Но опять медосик нажал. А сейчас нужно было дожидаться. Сто процентов. Прошу файт эсэпчик под барьером. Двух сапов убили. Я еще баф нет эсэпха. Если догонит. У них рошан открытый, кстати. Снепка эсэп, это нереально мощная комбо для рошана. А снепка быстрее всего даже единицу. Я поглядывал в единицу. Третье берут даже те, кто... Не хочет его максить. Вижу руссельников на этой горке. Нет. Я на мини-карту пярился просто в этот момент. Не видел, как именно крипт на лесу поднимался. Да, я решена испанец, кстати. Ты ничего себе. Снепки. Зарешала. Убили. Да, тройка. Как-то страдку Гуден называется, отстрел в карте? Не знаю. Наверное. Если бы таск еще не катился, а просто шарды нажал. БКБ же как кикбай экстази. Как-то БКБ такое ранее. БКБ даже не знаю. Мне казалось, это может быть форстап, это может быть пайп. Ну, форстап, что-то демона. Не особо хочется. Кстати, да. Ошидается, вообще много что может диспелить здесь. И будущее форстап и снайпера. И эсэфа. Третий скилл снайпера диспелиться. Баафогра диспелиться, барабан и диспелиться. А, кстати, байпулус не покупает. Все вопросы снято. Сейчас сознание пришло. На снайпке играет без третьего скиловка Кверка. Как он к этому пришел? Идеальный спл, чтобы коги ломать. В один хотя бы чисто взять. Соглашусь. Да и в принципе там на всех скиллпоинтах одинаковые снижения брени. Насколько я помню, дай себе подгляжу еще раз. Я на снайпке в блюда 3 не играл. Да. Знаковое количество скиллпоинтов. Знаковое количество бронировки в скиллпоинтах. И как минимум завяжем подлятся. Очень приятно. Не угадали немножко. Придвижениями клока. Как страшно. Блин, как я закинул через иллюзию? Получилось вофигеть. Получилось. Там отскочил, что он умрет? Так бывает вообще, гений. Он сделал тупо, откупил феррик. Освободил слот. Ему полсекунды не хватило. Вау, это было очень круто. К тому, ну вот такая радостная на ухо пошла. А тут мистер Огромак передает вам привет. Это мультика, кстати, очень странно работает, как по мне. Что-то рейнджа очень адекватный. Там же капец он далеко убежал на уоле. Бонус из мультика способность получает шанс работать на случайных врагов радиус 1400. Это совсем не было похоже на 1400. Сен-Джинд, я шакиваю. Шейкера выглядит прикольно. С альтернативным аспектом. Сено-Гармаги выглядит обязательной. И вообще лучше шмоткой в доте. Без красного аспекта. Когда хочется ему продать либо что-нибудь на магический урон, либо на контроль. Либо какой-нибудь сейв на команду. Но припал уже есть. Дота, кстати, по-дурацки работает с этим аспектом. Ведь у него 16 уровень. Но он скилпоинт не качается из того, что не замечает. Там прям, ну... Ну, короче, плохо сделали. Должно автоматически качаться плюсики. Из-за того, что и механика такая нестандартная. Ты должен сам заметить, что тебе нужно плюсик вкачать. К теме ауэр, возвращаясь в Кримсон. Луна-Контрит очень круто. Но Кримсон диспалится демоном. Это, скорее всего, причина, почему Ашарь не стал покупать. Посмотрите, очень опасно нападение на секунду до гриппсов. Нереально прочный окр. И БКБшка только куплена, сразу сыграно. БКБ решала точно. БКБ-погиб, думаю, без БКБ. И тебе до сих пор плюсик не качается. Не замечает тупо. На 14-м до не озвучивали. 80-м, он взял, без выбора. Я сомневаюсь, что еще, может, кто-то когда-то брал левый или будет брать левый. 80 урона мега приятный талант даже на саппортящем игре. Потому что ты просто третий скилл на себя нажимаешь и, ну, может, таншентов даже качать спокойно. Дэмэджа много, плюс курси таки огромная. Когда он плюсик, интересно, вкачает он уже... Минута-двое, мне кажется, плюсик не замечает. Я осознал, что у меня есть одна игра на угармаге с этим аспектом. И я не припомню, чтобы я... Качал плюсы. На 17-м, а тематически 2 прокачаются, получается? Не знаю. Ну, а сейчас увидим. Как раз как только левый лап будет. Снайпер без Игиса. Пришел в 5-дс. У себя по Игис есть. Грифсы тоже. Грифсы тоже. Водороченности 8000 творчества. Такая проблема невероятная. Вау, они отпустили, капец. Как он там заманчил? Жёстко. На 17-м пропало мигание. Он прокачал ультимейт. И плюсик, видимо, прокачал сам, хотя он мог и вручную покачать плюсик. Заметив на 17-м. В общем-то, не в полной мере понятно. Как-то было красиво. Оттаск ваша ещё и выйдет беспокойно. Таск вообще какой-то гений мысли. Так что в этой ситуации смог выйти. Избавившись от титана этого. Для снайпера смерть опять. Не дают жить. Не дают жить. Если без Эггиса уже его выберем. Сколько интересного творца противники отбили? Кстати, не так уж и много. Не было ощущение, что они должны были. Ну что, что игра должна была выровняться. После такой крутой дураки. Но с другой стороны, это 3 тыл пас команды дайер. Ещё и выкуп клока сверху. Ну то есть пограубили, пиши пропало. Ну агранфорс меньше, чем мы с этого или у снайпера. Ну агр очень давно не умирал, как будто. Кажется, за него много заплатили бы. Дальше читается отношение надворцев. Командных геройских и киллстрики. Киллстрика играл вроде бы маленький. У него ультимейт в 3. Ими даст без мультикаста. Сюда так больно. Шанс, причём вообще крошечный. И плюсик всё ещё не прокачан. А видимо, этот он вручную прокачал. Когда прокачал, я не с красотом за месяц. Замесил тот плюс. Мне кажется, он автоматически прокачался один плюсик. А тот фантомный плюсик, он его нужно вручную качать, походу. Сейчас следующий плюсик будет, ну, сами. Не, на семнадцатом уровне, на семнадцатом. На шестом он гонялся импульсом. А вот на семнадцатом он прокачал ульту и... Плюс пропал, точнее мигание. Простите, я очень мало спал. И очень топнул. Я не могу разговаривать. Я понятно вырисовался? Думаю, да. Детастый сайт, тридцать силе вкачал. Ну, на сап игре, наверное, покруче будет всё-таки на ба-20 скорость атаки. Особенно, когда у тебя в команде, вот как говорю, тут снайперсов. Вообще было бы шикарно. Блин, но 30 силы на кора играет много. У него дома же капец в руке, кстати. 300. 4000 хп. Продолжение у нас силы одна шмотка. Саши Яши, это не самое обидительно из. Еще десяточка от бкб, кстати, как было его больно делают. Агрессы дали себе о себе знать сейчас. Агрессы плюс баф, то, чего эсэфа не хватало. Кстати, 4х мультикаст. Когда вторая сторона сломана. Под фонтаном особо хорошо мультикастится на агрессы. Выйти бы его кормаку. А шикер прыгнул не на него. Не поверил, что справится с эсэфчиком. Вспомогательные герои. Смерть, кажется, да? Хотя пришел Тааск. Весь бкбшка, печенька от снэпки, аура грифсов. Как же захиливает жестко. На лоу хп 50 хпоригена у него. Какая-то раз, Катараска, конечно, особенно круто с красным аспектом. Кстати, не рассказываю, что красный аспект дает, да? Увеличивает шанс мультикаста за каждую точку силы. И шанс 2x в мультикастах, кстати, можно до сотки разогнать в реальной игре. Но нужно очень много фармить. Играть без бкбшки, без ботинка по итогу. И в пик нужен омник и зомби. С аспектом на передачу силы. Айми дасик не прокнул. 4 500 хп. Ой-ой-ой, но есть грифсы. Здесь они под пайпом. Дэнэш мало. Залетел он от шейка. Не смешу с грифсами, кстати. Держал до последнего. Есть такая практика с грифсами. Нажать в последний момент, во-первых, подбайтить. Во-вторых, дать ауре, немножко поиграть. Но здесь без разницы. Нажал бы он сразу или нажал как нажал. Найлона, кстати, резко топ-1 на творчество с огромным отрывом. Ну, на кампак на жестком. Как будто бы... Несколько файтов, где она стрикись, но... Как будто бы луна не самая большая проблема для снайпера. Чуть ли не прямой контрпик. Луна без дейла еще играет. Но при любом раскладе подойдет кастренш-пике. Нужно будет исхитнуться даже под дельтой земля. Эффект перстапа дисперица. Вот это отталкивание с крицетом особо. Очень близко для калкопа. Мог украсть ягис. Еще не хотел он. По итогу даже ягис не отдали. Шикарный файт. Шекер может получиться. Снайпер дал вишен. Здесь вышел на линию. Да. Сожрали. Много дамажа. Постри див. Реально постридив. В общем, обе тройки такие необычные. Там Элбертитан. Есть Огур. Огур маги. Забивает Кириллу на руками. Что это? О. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Мир вам. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...